Рано или поздно, но, наверное, каждый человек задумывается о строительстве своего собственного загородного дома. Многих пугает этот сложный, долгий и трудоемкий процесс, но если вы решились, то программа «Строим дом» для вас. На протяжении 26 передач эксперты и специалисты познакомят вас с особенностями технологических процессов на различных этапах строительства, от нулевого цикла до сдачи дома под ключ. Сегодня передача первая. Мы начинаем с похода к архитектору. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Фирсов. Я архитектор. И я сегодня расскажу вам, с чего следует начинать, если вам пришла в голову идея построить себе собственный дом. Сперва лучше всего выбрать участок, хотя вы можете даже пригласить архитектора, чтобы он помог вам выбрать грамотный участок даже на стадии выбора участка. Но в любом случае, если у вас уже участок есть, ваш самый правильный шаг будет прийти в первую очередь к архитектору. Зачем нужен архитектор на участке, даже на стадии выбора участка? Ну, во-первых, у архитектора есть определенный опыт и понимание, где лучше строить дом, где хуже, оценить качество самого участка, насколько он интересен вам как хозяину и как инвестору, поскольку это достаточно большое вложение средств, покупка своего участка. Потому что, наверное, самая важная вещь в постройке собственного дома, это даже не сам дом, а именно тот участок, который вы выбираете. Потому что, живя в собственном доме, вы не живете как в квартире, вот только в своем замкнутом пространстве. Вы живете на всей территории своего участка. И дом – это только одна из составляющих вашей жизни, куда вы приходите домой после работы, где вы отдыхаете. Вы не живете только в доме, вы живете на всем своем участке. И очень важно окружение вашего участка, расположение, что на нем растет, какие там открываются виды. Это все чрезвычайно важно. Выбор участка – полдела. Поэтому лучше пригласите архитектора. Он подскажет, какой участок хороший, а какой не очень. Ведь вам жить в этом месте. Когда вы принимаете решение, что вы хотите строить, вы, наверное, как-то планируете свой бюджет. Потому что сейчас тоже уже ушли те времена, когда люди бросались строить огромные замки. И потом, не достроив до крыши, выясняли, что деньги у них кончились. Сейчас, конечно, люди к этому делу подходят разумно и считают свои деньги, предполагают, сколько это будет строить. И здесь в архитектурном бюро вам тоже могут дать грамотную консультацию, сколько примерно ориентировочно будет стоить выбранный вами проект. Если это готовый проект, подскажут, где можно купить, если вы хотите купить какой-то очень экономичный дом, где можно купить экономичный сборный дом. Или сколько будет стоить индивидуальный проект и строительство какого-то эксклюзивного дома. У большинства людей существует иллюзия, что уж они-то построят дом дешевле всех остальных. Но, как ни странно, чудес не бывает. И все материалы имеют определенную цену, и все работы имеют определенную цену. И как бы им не говорили соседи, что уж они-то построили свой дом там за три копейки, в реальности все равно все стоит ровно тех же денег, каких стоит в любом другом месте. И поэтому надо себе четко представлять, что квадратный метр, выбираемый вами проект, стоит совершенно определенных денег. И, ну, условно говоря, вот дешевле, чем за полторы тысячи долларов законченного жилья, сколько-нибудь приемлемое жилье построить просто невозможно. И вы должны себе представлять, что вы выбираете дом, который будет сто метров, да, наверное, дешевле, чем сто пятьдесят тысяч долларов он стоит не будет. Приступая к строительству, обязательно определитесь, какой суммой вы располагаете. Она и будет определяющим фактором во всем дальнейшем процессе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Функциональное назначение дома, ну, чрезвычайно важно, потому что, ну, есть вот два радикальных подхода к дому. Или это дача для временного проживания, или даже просто летний дом, или это дом для постоянного проживания. И, скажем, если это дача, в которой вы живете от случая к случаю, приезжаете на выходные или на лето, наверное, лучше материала, чем дерево, не найти. Вот классический бревенчатый дом в этом случае является просто идеальным, поскольку он легко протапливается, достаточно быстро. Отделка его не портится, если его долго не топить. И в качестве дачи это самый-самый лучший вариант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается дома для постоянного проживания, здесь, конечно, вы можете выбирать. Можете сделать тот же деревянный дом, который имеет массу неоспоримых преимуществ и при постоянном проживании. Ну, первая экологичность. В нем всегда прекрасно дышится. Это чрезвычайно приятный для проживания дом. Но все-таки он имеет свои совершенно особые законы построения, и вы никуда не избавитесь от вида этого бревна. И если кому-то нравятся бревенчатые дома, есть люди, которые хотят такие более солидные дома, такого большего городского типа, обшивать бревенчатый дом изнутри гипроком, это нонсенс. Если вы хотите иметь гладкие стены, оклеенные обойми, тогда нужно делать соответствующий дом. Это будет или каркасный, или каменный, или панельный. И важно, еще раз, правильно рассчитать свой бюджет, что вы хотите получить. И вкладывая деньги, вы должны понимать, что вы вкладываете деньги, вы инвестируете в этот дом, и должны отдавать себе отчет, что вполне возможно настанет такая ситуация, когда вы захотите его продать и переехать на новое место жительства, или просто построить себе больший дом, вкладывая очень немаленькие деньги, нужно понимать, что это будет стоить на вторичном рынке. И здесь, конечно, стоит отдавать предпочтение каменным домам. Каменные дома на вторичном рынке всегда ценятся дороже, чем каркасные. Начиная строить дом, решите, как вы будете его использовать. Это будет деревянный дачный дом или каменный, в котором вы собираетесь жить постоянно? Если клиент, который пришел к нам, все-таки решается строить дом по индивидуальному проекту, здесь начинаются с ним долгие и долгие разговоры, поездки на участок, обсуждение его образа жизни, образа жизни его семьи, сколько у него детей, сколько ему нужно комнат, сколько у него собак, все что угодно. Какие у него хобби, нужны ли ему бильярды, бассейны и прочее. Здесь архитектор становится как бы семейным доктором таким, который должен понять всю психологию этой семьи, как они живут, как они взаимодействуют между собой, чтобы сделать проект именно для этого человека, чтобы ему было исключительно комфортно жить в этом доме. Дом должен быть очень хорошо вписан в участок. Он должен органично располагаться на этом участке. Но участки бывают, как вы совершенно точно заметили, очень разные. Бывают очень красивые, живописные, бывают без соседей, с видами на озера, море и прочее. А бывают очень зажатые и, скажем, по местоположению, там поблизости к городу очень хорошие. Но окружение этого участка бывает такое, когда смотреть на него не хочется. И вот у нас был один такой пример. Вот этот наш рояль в кустах. Мы попробуем его сюда выдвинуть. Вот эта рамка – это, собственно, граница участка. Вокруг было очень страшное окружение. И мы договорились с заказчиком, что мы сам дом построим как забор, буквально как забор по краям участка, оставив в середине все-таки некую пустую площадь, но стенами мы перекроем весь вид на соседние участки и оставим некое патио внутри. То есть человек не знает, что происходит, какие кошмары творятся за стенами его дома. Он живет в своем маленьком уютном мирке, который мы создали просто за счет планировки этого дома. Безусловно, мы всегда стремимся вписывать дом в участок. Индивидуальный проект обязательно учтет все ваши пожелания, требования, вкусы и особенности участка. Что касается бюджетных вариантов, когда человек не хочет тратиться на индивидуальный проект, тому могут быть разные причины, кстати, и цена индивидуального проекта, который заведомо дороже типового, или человеку просто не хочется ждать, поскольку разработка индивидуального проекта тоже занимает достаточно много времени, или он просто уже выбрал какой-то себе готовый дом, который ему полюбился. Сейчас есть очень большое количество предложений по типовым проектам. Это абсолютно подготовленные для застройки, малоэтажные, зачастую очень и очень интересные проекты. Некоторые из них когда-то были индивидуальными проектами, потом модифицировались, стали типовыми. Большая часть просто разработана как типовые проекты, и когда проект разрабатывается как типовой, рассчитанный на массовое применение, он даже больше отвечает своим требованиям, поскольку требования большинства людей, в общем, довольно стандартные. Это типовые проекты, разработанные под эти требования, они даже интереснее, чем те проекты, которые когда-то были индивидуальными. Где можно взять этот типовой проект? Ну, во-первых, просто зайдя в интернет, запросив проекты домов, коттеджей, поселков, высыпется масса ссылок, где можно найти типовые проекты. В магазинах масса каталогов предлагает типовые проекты. Найдя известного архитектора, к нему тоже всегда можно прийти, и если он занимается частным жильем, в его коллекции тоже всегда есть большое количество типовых проектов, которые вы можете купить либо непосредственно в архитектурной мастерской, либо через дилеров, которые продают их всюду. В чем преимущество типовых проектов? Они строились многократно, они уже отработаны, они уже зачастую многократно исправлены, учтены многие недочеты, которые выявляются при строительстве. И вот преимущество типового проекта, что это уже достаточно отработанный проект, проверенный на практике, и ты видишь результат сразу. Ты не ждешь, пока архитектор тебе нарисует эскизы, которые неизвестно, понравятся тебе или нет, а ты просто уже выбираешь конкретно для себя готовый дом. И с этим типовым проектом можно прийти в любую строительную фирму, и по проекту они с удовольствием вам построят. Типовой проект – это всегда качество и надежность, так как в этом варианте все его технологии отработаны до мелочей. Что такое проект вообще? Это, конечно, не только вот та картинка фасада и планы, которые вы увидите где-то в книге, в каталоге. Это большая папка с чертежами, в которых разработаны и фундаменты, и стены, и перекрытия, и конструкции кровли, масса узлов и сопряжений всех деталей, масса спецификаций, по которым у вас строители будут заказывать материалы. И по этим спецификациям вы легко можете проверить количество заказанных материалов. То есть и по этим чертежам, когда известно полностью уже все количество материалов, когда все рассчитано, достаточно легко составить смету на ваш конкретный дом. И любой строитель вам предоставит эту смету, и вы будете заранее знать, сколько же это вам в конце концов обойдет. Разрешение на строительство вы должны получать, когда у вас уже есть на руках проект вашего дома, и есть план участка, кадастровый план, и генплан, на который нанесен уже конкретно вот этот ваш дом. То есть вы взяли проект, отдали архитектору или в ПИП при администрации, и он вам вычерчит генеральный план вашего участка с вашим домом, с подъездами к нему, с какими-то хозяйственными пристройками. И вот когда у вас есть проект, генеральный план участка, тогда нужно идти в администрацию и получать разрешение на строительство. В решении начать строительство многих останавливает то, что это довольно затратная история, и тем не менее сэкономить можно. Если у вас уже есть участок под застройку, если вы воспользуетесь готовым типовым проектом, можно сэкономить и на материалах. Вместо каменного построить каркасный дом. Можно сэкономить, если при тщательной подготовке и соблюдении всех правил и нормативов часть обязанностей прораба и строителя взять на себя. Всегда есть варианты. Можно построить недорогой дом, дешевый. Но самые дешевые на сегодня дома, это, безусловно, каркасные. Но дома из деревянного каркаса, они априори, это все-таки некое не очень долговечное сооружение. Скажем, более долговечные дома из металлического каркаса. Сейчас широко популярна тема тонкостенных, металлических. профилей, из которых делаются дома, металлический каркас прослужит дольше. Если вы хотите действительно построить дом на всю жизнь и на жизнь своих детей, наверное, имеет смысл говорить о таких фундаментальных каменных материалах. Там кирпичка с бетон, более основательных материалах. Многие люди хотят строить сами, боясь, что их обманут прорабы, строители. Если вы сами непрофессиональный строитель, наверное, вы сами не очень хорошо читаете чертежи. Но даже если вы в этом очень хорошо разбираетесь, и у вас есть родственник, который вам помогает и говорит, что все, я вам замечательно построю, и вот у меня есть такая чудная бригада, которая это все построит, путь очень опасный. Потому что, погрузившись в пучину этого строительства, вы забудете дом, семью, работу, и вы будете работать прорабом на этой стройке, проклиная все и вся, и думать только о том, когда это наконец закончится. Поскольку опыта строительства у них у самих нет, они совершают ошибки, за которые тоже нужно платить. И цена на излишне затраченные материалы падает на них. Они не имеют тех скидок, которые имеют профессиональные строители, и покупают материалы дороже. Они покупают больше и не то, что нужно. И поэтому зачастую строительство с профессионалами все-таки обходится дешевле, чем попытки это изготовить самостоятельно. Или даже если вы сумели сделать это дешевле, не факт, что это простоит очень долго. Сейчас такого почти не делают. Но вообще это гордость, построить собственный дом. Но не разбираясь в этом, чаще всего ошибаются на фундаментах. Фундаменты начинают трещать, просаживаться. А если треснул фундамент, дальше уже трещит все подряд. И стены, и крыши разваливаются все подряд. Поэтому фундамент – это, конечно, основа дома, и нужно его делать профессионально. Существует некий миф, что вот мы построим фундамент, дадим ему зиму отстояться, он отстоится, и тогда будет себя совершенно хорошо чувствовать. Это миф. Фундамент за эту зиму не отстаивается. Ну, если ему суждено разломаться, он, конечно, разломается, но ждать, пока он разломается, и гадать, а разломается, не разломается, лучше вообще не начинать. Лучше просто делать грамотный фундамент, которому отстаиваться не нужно. На нем можно сразу делать дом. Лучше это отдать профессионалам, которые зачастую дешевле, чем вы сами, зная все подводные камни, построят этот дом. Этап выбора строителя. Есть три пути, в основном, какими идут люди, вот, получив на руки проект. Или пытаются строить сами, нанимая самостоятельно бригаду узбеков, таджиков, белорусов, там, русских, неважно кого, но сами становясь прорабами на период строительства. Второй способ – нанять прораба, который наймет бригаду, и который будет вам строить, и вы будете спрашивать с этого прораба. И третий способ – просто нанять строительную фирму, которая вам замечательно построит этот дом. И как выбрать этих профессионалов? Наверное, самый верный способ – основываться на рекомендациях знакомых, которые уже с ними строили. Это, наверное, самый верный и хороший способ. Если у вас нет таких рекомендаций, нужно просто общаться с разными строителями, ездить с ними на их стройплощадке, смотреть то, что ими уже реально построено, как у них организована стройплощадка, и, исходя из этого, просто выбирать. Просто смотреть на то качество, с которым они работают. Если вы покупаете типовой проект, скорее всего, что присутствие архитектора, ну, желательно, но абсолютно не обязательно, поскольку проекты достаточно продуманные, типовые, подводные камни там зачастую все уже давно ликвидированы, и грамотный строитель по этим чертежам легко построит дом. Можно приглашать архитектора для каких-то разовых консультаций, чтобы он, ну, помог с выбором каких-то отделочных материалов, чтобы дом смотрелся более гармонично, там, подобрал цвет черепицы, цвет отделочного кирпича, но целиком на все время строительства, наверное, нет смысла приглашать. Если вы строите какой-то сложный, эксклюзивный дом по индивидуальному проекту, здесь крайне желательно наличие авторского надзора на площадке постоянного, чтобы каждую неделю архитектор отслеживал, что происходит на стройке, принимал какие-то оперативные решения, если что-то происходит не так, то, ну, это живая работа. Индивидуальный проект, он строится в первый раз, безусловно, возможны какие-то сюрпризы, и здесь необходим надзор профессионалов. Слава Богу, сейчас уже уходят те дикие времена, когда люди строили без проектов, и получали, ну, какие-то абсолютно невероятные результаты, которые, ну, не устраивали никого. И даже продать эти дома они потом не могли, поскольку они разваливались, у них ломались стены, трескались фундаменты, текли крыши. Поэтому, когда вы хотите построить дом, конечно, проще обратиться к архитектору, который вас проконсультирует в этом море информации. Дом, в котором ты живешь, должен тебе нравиться, ты должен там себя совершенно свободно чувствовать. И всегда думать о том, что на этом жизнь не заканчивается, и среди наших заказчиков не было ни одного, который бы не продолжал строительство, закончив свой дом, каких-то других следующих построек на своем участке. Гараж ли это, там, гостевой домик, баня, бассейн, но не было ни одного человека, который бы не продолжил развитие своего участка. Подведем краткий итог. Собираясь строить дом, вы выбираете приемлемый для вас участок земли, затем решаете, для чего вам нужен дом. Как дача на лето, или вы в нем будете жить круглый год. После этого определяетесь, какими средствами на строительство вы располагаете. Исходя из участка, назначение дома и ваших средств, вы решаете, какой дом вы будете строить. Деревянный, каркасный или каменный. Далее вы определяетесь с проектом. Он может быть индивидуальным. И тогда архитектор становится первым другом семьи, чтобы узнать ваши вкусы, привычки, предпочтения. Или же вы просто пользуетесь готовым типовым проектом. Имея его на руках, вы получаете у местных властей разрешение на работы и выбираете строителей. Это может быть строительная фирма, прораб, а также прорабом можете стать вы сами. Но в этом случае, скорее всего, строительные ошибки вам придется тоже взять на себя. Примите решение, верьте в себя и действуйте. Редактор субтитров А.Семкин